Алексей Андреев, магистран второго года обучения Института физики КФУ, интересовался наукой еще в детстве. В седьмом классе он решил поступить учиться в самый лучший физико-математический лицей Казани и не прогадал. Теперь он работает лаборантом-исследователем в обсерватории КФУ. Мне на самом деле всегда было интересно работать именно в обсерватории, поэтому, когда я узнал, что у нас есть такая возможность, будучи уже студентом, попасть на работу в обсерваторию, я, разумеется, решил ею воспользоваться. С 2014 года он работает лаборантом на нашем, скажем так, ППК. Сначала было программа повышения конкурентоспособности, а сейчас мы получили САЕ, стратегические академические единицы. Это огромную роль сыграло. В своей основе стратегические академические единицы ориентированы на подготовку молодых ученых и специалистов. Алексей в рамках САЕ «Астровызов» исследует Луну и работает со своим научным руководителем, профессором университета Юрием Нефедьевым. Алексей, он начал сначала работать по этой тематике, просто помогая нам. То есть помогая, так как он знает, в принципе, два языка, он прекрасно может общаться на английском и знает немецкий язык. То мы его как бы просили это сделать, другое. А потом он уже, скажем так, вошел в курс дела и стал заниматься этими вопросами самостоятельно. То есть это у него уже отдельная тематика, отдельное направление. Так, начал участвовать в конкурсах различных, разумеется, по тем материалам, которые он сделали. У него достаточное количество публикаций. А самое главное, что у него огромное количество выступлений на международных конференциях. Доклад Алексея на Всероссийском форуме «Наука будущего наука молодых» в секции «Физика и астрономия» международный жюри признало лучшим из более чем 10 тысяч работ молодых ученых со всего мира. С чего же началась работа над докладом и каким результатом привело исследование? Началось с того, что мы просто получили каталог лунных объектов. То есть это кратеры, это моря и другие различные объекты. По итогам этого каталога мы построили гипсометрическую модель Луны. И по как раз вот этой модели гипсометрической мы определили положение центра массы. То есть работа на самом деле осуществлялась в три или даже четыре этапа. И, естественно, пришлось разрабатывать новый метод, который не был еще реализован до нас в мировой практике. Исследование Луны сейчас является приоритетным направлением в научных кругах. И в мире только несколько университетов занимаются этим профессионально. Один из них – КФУ. Интерес к исследованиям спутника Земли и к докладам по этой теме можно заметить и на самих конференциях, в которых принимал участие Алексей. Вот, допустим, мы в этом году в Чехии были, и там на конференции, когда он сделал доклад, к нему выстроилась очередь, понимаете, там. Из Америки, из Канады, из Австралии. Все хотели его презентацию получить. Он потом говорил – фантастика, фантастика, я не ожидал такого эффекта. Почему? Потому что мы занимаемся очень важными, интересными и направлениями, и вещами, скажем так, в науке. Актуальность темы доклада Алексея и практическое ее применение вызвали рекордное количество вопросов у жюри на Всероссийском форуме. Благодаря уверенному владению темой молодой физик смог легко ответить на них и выйти в финал. На самом деле было, конечно, очень волнительно, потому что конкуренция была очень серьезная. То есть были ребята из самых лучших вузов страны, то есть это МФТИ, это МИФИ, это ИТМО. То есть это действительно очень серьезная конкуренция, очень серьезные ребята, которые занимаются наукой так же, как и я, не первый год. И поэтому было очень престижно и, я считаю, почетно, ну, по крайней мере, принять участие в соревновании вот с такими людьми. В середине октября Алексей вместе со своим руководителем отправится рассказывать о своих научных изысканиях в США на совместную конференцию Американского космического общества и Европейского планетарного конгресса. Это большая честь для меня выступить на такой конференции, где будет множество профессоров со всего мира. Я надеюсь представить мой вуз, Казанский федеральный университет, и показать, что мы тоже способны составить конкуренцию ведущим специалистам мира. Пожелаем же ему удачи на предстоящей конференции и будущих научных успехов в его работе. Елена Селезнева, Ленарда Влесьяров, Универньюз.